В данном видео мы рассмотрим несколько интересных интернет-ресурсов. Вам всем в любом случае придется проводить уроки с АКТ-поддержкой, показывать презентации, иллюстрации, предлагать компьютерные тесты и практикумы, использовать обучающие компьютерные программы. Про демонстрированные сайты в данном видео, а также в курсе, помогут вам найти и подготовить подходящий материал к уроку. В качестве помощи учителям-предметникам в интернете открыто несколько образовательных порталов. Таких порталов много, поэтому мы постараемся разобраться с некоторыми из них. Первый сайт вы уже видите на экране, поэтому с него и начнем. Сайт федерального портала «Российское образование». Он имеет несколько информационных разделов. В среде них актуальные новости, раздел с информационным контентом для абитуриентов, раздел образовательной организации, в котором вы можете увидеть, когда и в каком ВУЗе проходят дни открытых дверей и другую интересующую вас информацию, раздел нормативно-правовой базы, думаю, никому не нужно объяснять, о чем он, и раздел различных спецпроектов. На этом сайте вы можете найти архив государственных образовательных стандартов для общего, начального, среднего и высшего профессионального образования. Архив распорядительных и нормативных документов системы российского образования. Приказы, постановления, распоряжения, инструктивные письма, решения Миноборнауки России. Имеется большой подбор документов и информационных материалов для абитуриентов и аспирантов. На портале есть раздел о мероприятиях для педагогической общественности, раздел о конкурсах для педагогов и учащихся. Следующий сайт-портал – это единое окно доступа к образовательным ресурсам. Основной задачей данного портала является создание каталога ресурсов и собственной электронной библиотеки, которая объединяет полнотекстовые учебные и учебно-методические издания, доступные на разных порталах сети интернет. В разделах портала вы можете выбрать каталог, в котором вся информация разбита на разделы гуманитарное образование, естественно-научное, техническое, экономическое. Следующий пункт – это библиотеки вузов. В нем, как вы видите, вся информация разбита на города и сайты. И оставшиеся разделы – это порталы, новости и отзывы. По названиям, я думаю, понятно, для чего они служат и что в них находится. В целом, данный портал отличается эффективной навигацией и поиском учебно-методических и информационно-справочных ресурсов для всех уровней общего и профессионального образования. Ресурс удобен для организации обмена мнениями о содержании ресурсов, оперативного освещения новостей и событий в сфере образования. Третий портал, который мы сегодня с вами рассмотрим – это Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Он развивается как хранилище самых разнообразных образовательных ресурсов, которые включают компьютерные обучающие системы, компьютерные учебники, учебные видеофильмы и другое. В разделах находится каталог, в котором можно настроить фильтр на нужную вам подборку. Поисковым фильтром снабжены также методические материалы, технические разделы, такие как сервисы о проекте новости. Сайт «Открытый урок» проводит множество различных конкурсов и фестивалей по всем дисциплинам. Его цель – представление и популяризация педагогического опыта работников образования. Здесь можно найти ресурсы для учителей, администраторов, работников дошкольных учреждений, психологов и тому подобное. Начать готовиться к ближайшему мероприятию, изучить работу других педагогов. На следующем портале представлены интернет-проекты издательства «Просвещение». Вы можете найти электронные учебники, методические ресурсы, видеолекции, вебинары. Данный ресурс предназначен в основном для школьных учителей. Идем дальше по учительским сайтам. Учительский портал. На нем размещены презентации, уроки, практические, лабораторные и контрольные работы, тесты, поурочное и тематическое планирование по школьным предметам. Имеются разработки внеклассных мероприятий, классных часов, демоверсии заданий единого государственного экзамена и другие материалы. Про остальные ресурсы вы узнаете из данного курса, а также составив свою подборку полезных сайтов. Приятного познания! Продолжение следует...